Приветствую вас, мои дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Вновь вещает игровой канал Dillon Game и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровым симуляторам ОМСИ-2. Дорогие друзья, сегодня с вами мы находимся на обновленной карте города Борисов. Находимся мы в Республике Беларусь, в Минской области, в городе Борисов. И по Кате мы сегодня с вами по третьему маршруту. Стартуем мы от остановки 6 микрорайон и следуем до конечный железнодорожный вокзал. Преодолеем мы этот маршрут на автобусе белорусского производства марки Неман 52012. Вот такая вот пригородная модификация с двумя открывающимися дверьми и салон, как мы уже видим, имеет четырехрядное расположение пассажирских мест. В принципе, в Беларуси встречал эти автобусы очень популярные в городах, в райцентрах. Бегают они как по городским маршрутам, так же бегают и по пригородным. В принципе, автобусы такие вот, ну, можно сказать, незаменимые. Везде, везде они готовы выручить. Вот такая вот отделка. В принципе, можно сказать, это копия автобуса, российского автобуса ЛЯЗ-5256. Именно белорусские конструкторы взяли за основу этот автобус, получили лицензию и сделали несколько своих улучшений, доработок. Так сказать, доработали Неман. Неман правильно он произносится. Вот. И автобус стал надежнее, крепче и более адаптирован под наши условия, под наши реалии, под наши дороги. Рабочее место водителя выглядит вот таким вот образом. Не будем устутить хату, как говорится по-белорусски. Вот. Несмотря на то, что на улице у нас весна, но все-таки, знаете, еще так довольно-таки очень прохладно, погода обманчивая. Вот. Приборка, кстати, вот такая вот старенькая. Именно такая приборка ставилась на ЛИАЗы, на ЛАЗы 695, на ЛИАЗы 677, на ЛИАЗы 5256. Ранние модификации. Потом уже, естественно, все это менялось. Двигатель у нас, естественно, расположен в заднем свесе. Автобусы задней моторной компоновки. Здесь эти автобусы комплектовались двигателями ЕМЗ-236. Изначально также ставились и двигатели от российской компании КАМАЗ. В общем, ряд двигателей там тоже довольно-таки очень большой. Но автобусы зарекомендовали себя неплохо. Честно, выносливые. Очень долго я вижу вот в Беларуси, как на линии трудятся именно вот эти автобусы такой вот модификации. Бегают они, не знаю, наверное, более 10 лет, это точно. И не собираются уходить с городских улиц, так что автобусы получились действительно на славу. Ну, а там вдали у нас город Борисов. Город с населением более 100 тысяч человек. Вот так что сейчас прокатим мы с вами по шестому маршруту. Не по шестому, по третьему маршруту. Это шестой микроэн. Немножко считаю путаю. Вот, посмотрим, что же изменилось, насколько стала лучше карта. Так что усаживайтесь поудобнее и мы отправляемся сегодня с вами в наш рейс. Коробка у нас механическая, 5-ступенчатая. Ну, не знаю, может сегодня заглохнуло, потому что с выжимом сцепления здесь нужно себя включать. Но, кстати, дизельный двигатель этот ЯМЗ-236 довольно-таки очень тяговитый, очень приятный, очень классный. Вот, визуально карта изменилась, стала намного интереснее. Я чуть-чуть проехал до конца, ребята, не проехал, поэтому не могу полностью сказать. Так что мы уже с вами вместе определим, насколько качественной и классной получилась эта вот карта. Естественно, я включу направление маршрутов. Вот остановочка, табакерка, ларек. Да, есть такие ларьки в Беларуси. Табакерка, где продают различные табачные изделия. Но помните, курение вредит вашему здоровью. Так, а чего-то я не понял. Почему людей у нас как-то нету, куда не успели уже разбежаться. Вот это, в принципе, стартовая остановка у нас. Сейчас я включу направление маршрутов. Визуально направление очень круто выглядит. Очень здорово реализовано. То есть вот так вот симпатично все это смотрится. Остановка вот так вот прописана. Вот третий маршрут посадка. Вот так вот это все дело назучит. Откуда ты взялся? Ладно, давайте откроем мою дверь. Пускай заходит наш пассажир единственный. Хотя расписание все уже подогнал, как положено. Даже уже, наверное, мы чуть-чуть и опаздываем с вами. Но вот такой вот пассажир у нас появился из ниоткуда. Звук приятный. Моделька тоже довольно-таки очень классная. В принципе, действительно очень похожа на ляс. Лежачий полицейский. И вот первое, что нас встречает, это такой объект Белмаркет. Белорусская сеть супермаркетов. Да, действительно, в Беларуси есть. Так что это очень приятно, когда ты находишься на белорусской карте, в белорусском городе, и тебя встречают вот такие вот белорусские объекты. Это очень-очень приятно. Много многоэтажек, много зелени, елочки, тортуары. Очень красиво, очень все на уровне, очень все достойно сделано. Это уже с первых минут, с первых секунд только похвала и восхищение вот данной картой. То есть смотрите, как визуально все круто, направления сделаны. Все поворачивают у нас направо. Так, со знаком здесь беда какая-то. Кто ж его посмел завалить? Вот этот вот знак. Дорожные службы города Борисов. Я не понимаю, что это такое? Весна пришла, а у нас тут все как бурелом какой-то прошел. Но я надеюсь, что это все... Хотя визуально круто смотрится на самом деле. Светофоры адекватно работают, трафик адекватно реагирует. Тоже весьма очень и очень приятно. Здесь, по-моему, у нас остановка сразу будет, поэтому слишком быстро разгоняться не будем. Так, динамично. Автобус динамичный, очень просто. Что-то пассажиров, конечно, не густо, но они есть. На самом деле, я не знаю, в чем прикол такой. Так, двери у нас все открываются, все работают. Пассажир наш единственный сидит на весь автобус. На весь автобус сидит единственный пассажир. Ну и, конечно, глядя на все это, хочется сказать, ребята, купляйте белорусское. Ну все, будьте добры, купляйте белорусское. Единственное, чего вот хочется к чему придраться. Не хватает отечественного трафика, одни иномарки, но в Беларуси тоже хватает российских автомобилей. Евроопыт, пожалуйста, белорусская сеть магазинов тоже присутствует, она есть. Вот, и что еще мне запомнилось, когда я бывал в Беларуси, вот обычно бордюры у них, но в центральной части города так точно, да как бейтать, бордюры выкрашиваются. Бело-черный, бело-черный, это четко и ясно, это везде так. Ну, бывает используется немножко и другая краска, другая расцветка, но, по крайней мере, это все выглядит так. Так, если ей надо перестроиться, то как-то некрасиво. Вот такая фототекстура здесь стоит, очень прикольная, очень классная. Так, даже машина растерялась, куда ехать. Можно действительно уехать туда, прямо смотрится, это просто изумительно. Вот, не хватает вот этих вот бордюров, ребят, покрашенных и лежачих полицейских. Да, в Беларуси их довольно-таки очень-очень много. Лежачих полицейских, слушайте, ну, рейс у нас сегодня без пассажиров получается. Сейчас я с путевым местом сверюсь у нас. Я же со временем немножко, наверное, что-то не то наделал, поэтому вот такая вот ситуация неприятная у нас с вами. И вышло, что мы должны быть в 14.15 на конечной остановке, ЖД-вокзал. Вот, ну, сейчас я быстренько все исправлю, у нас два пассажира есть. По крайней мере, это уже неплохо. Ну, вот, появились пассажиры, все как положено теперь. Я понял, это я тут напутал, так что все хорошо. Не переживайте, все здесь функционирует как надо, пассажиры есть. И что еще я вам хочу сказать? Ну, вот, насчет лежачих полицейских. В Беларуси очень так популярны не сами лежачие полицейские, ну, по крайней мере, так и мне показалось. Вот, там пешеходные переходы, они делаются на такой возвышенности. То есть, ну, это есть, сугубо говоря, но такой лежачий полицейский. То, в принципе, это тоже можно было бы реализовать на вот этой карте. Не вот эти вот бугры ставить, как говорится, а делать пешеходные переходы на возвышенности. Ну, в Беларуси их очень много, на самом деле. Поэтому сильно в городской части, особенно в центральной, вы там не разгонитесь. Ну, теперь у нас аншлаг на остановках. Держитесь все, держитесь все. Ну, все будет добро, доедем так, что будет все нормально. Рельеф дороги тоже довольно-таки очень приятный. То есть, нету что-то такого, знаете, однородного. Вот, есть латки, где-то такая краска, кажется, вот, потертая. Текстура, разметки, вот это вот все. Бордюры где-то криво стоят. Визуально очень круто смотрится. Поэтому, ну, этому проекту я, наверное, пожелаю развиваться, двигаться дальше. Чтобы город Борис, Фомси-2 у нас рос. И городских маршрутов становилось бы только больше. Так, а че я в средний пост? Ну, ладно, встал и встал. В принципе, справа и можно было бы стартануть. И, честно, мощности у этого автобуса хватает. И я вот даже, не знаю, что это за машину-то, как бы на пассат вроде похоже, но нет. Ну, и я чувствую, я бы ее надрал бы ей зад. Потому что, ну, мощности у этого автобуса реально хватает. Ладно, пока я тут перестраиваться буду. Конечно, я раньше стартанул, но шансов я не оставил. Вы сами могли это видеть. Киевси, пожалуйста. Вот, вот, все есть, все присутствует. Все благо цивилизации у нас присутствуют в городе Бориса. Все это есть. Очень круто, вот, визуально, как подписано станок. Это аккуратненько, не какая-то тупая какая-то надпись. Автовокзал, все читается, все красиво. И действительно, автовокзал. Вот, вот, что приятно. Белсоюз Друг. Это киосочек, где газеты, журнальчики различные продают. Сканворды можно купить. Вот, этот ларек. То есть, автовокзал. По-белорусску все написано. Вот, вот, что мне не хватало на этой карте. Именно белорусская атмосфера. Теперь я вижу. Ну, а борисовчане уже, ну, сами судите, как выглядит ваш автовокзал. Вот, на вот этой карте, в ОМС-2, как он реализован, похож или не похож. Конечно же, пишите, оставляйте комментарии под этим видео. Всегда будет приятно почитать рекламные баннеры. Да, мы выбираем Беларусь. Вот, все круто. Все круто. Очень достойно. То есть, Борисов, да, тоже присутствуют рекламные баннеры, которые подтверждают в очередной раз, что мы находимся на карте в городе Борисов. Все выкрашено, все покрашено. Очень нравится мне проезжать белорусские села. Все ухоженные, все красивые. Агрогородки едешь, травка везде подстрижена, заборчики покрашены. Всегда очень приятно. И смотрю, вот, на остановках очень популярны вот эти вот ларечки в виде табакерки. Но мне как-то они почему-то не часто попадаются. Ну, я как не курю, не курячий человек, поэтому у меня как бы эти табакерки, они до одного места. Так, я не понял. Тетка подошла, дверь я открыл перед ней, но как-то она так смотрит на меня, я на нее. Ну, ладно, я не буду эти переглядки играться. Вот, иди дальше, там, жди другого автобуса. Другие здесь и не ходят. Здесь, по-моему, есть еще какой-то третий маршрут дополнительный. И пока два таких маршрута. Но основной вот это вот этот третий. В принципе, у них пункт назначения 1,6 микрорайон, ждет и отзыв. Работа проделана классная, очень классная. Так, опять все. Чуть-чуть поярче, может, надо эти значки сделать. Как-то я вот тут бы уже честно поехал бы прямо. Правда, прямо я опять бы там фототекстуру какую-то уехал бы и все. Завод автогидроусилитель. Вот что у нас в городе Борисов производится. Гидроусилители. Или, возможно, тоже для каких-то автомобилей. Возможно, даже для автобусов марки Неман. По-моему, Неман выпускаются в Гурдели. Да, это Гродненская область, если я не ошибаюсь. Да, вот сам завод у нас. Вот так вот он выглядит. Физкультурно-оздоровительный центр присутствует тут. И что я помню из предыдущей версии карты. Ну, это мы, наверное, наконец-то уже приедем к ЖД вокзалу. Тогда очень мне бросилось в глаза. Вот почта, буду по-русски написать. Хотя белпочта. Да, там не почта, а почта по-белорусски. Вот, посмотрим, как это реализовано. Как это все выглядит. Слушайте, динамика у автобуса просто. Вот, даже не заглох ни разу. Автобус действительно тянет с низов. Тут даже на скорости и лежачий полицейский пролетает. Ох, резво я еду. Очень резво. А чего? Я дверь открыл, она вроде бы юринулась. Как-то странное поведение какое-то у пассажира. Хотя, по-моему, заходить они должны в заднюю и выходить через переднюю дверь. И в задней двери там их должен встречать кондуктор. Как-то так должно, по-моему, по правилам быть. Ну, еще, ребят, ранняя весна у нас на карте. Поэтому деревья такие лысые. На карте... Самар, по-моему. Самар или Саратов. Вот я их путаю. Там, если погоду выбираешь, вот такую еще раннюю весну, там даже тупо такие текстуры льда, снега присутствуют. Там надо уже конкретно месяц в мае выбирать. Вот тогда погода там очень приятная. И природа классная. Так, ну что, у нас красненький загорится. И остановочка у нас. Остановка. Улица Максима Горького. Кстати, есть информатор. Вот. Ну, не включал, не пользовался им. Но он присутствует. Вот. Естественно, ссылочку на группу автора, где вы можете скачать эту карту, я вам оставлю, ребят, в описании. Заходите, читайте, информируйтесь. И, конечно же, качайте такие классные карты. Реалистичные. Очень так круто год стартовал. В плане для Омси. Вот. Карты новые стали выходить. И также автобусы, модельки. Обновляется, дополняется. В общем, Омси не стоит на месте. Здесь все идет своим чередом. Ну, все вы сами можете созерцать. Кто смотрит, следит за моим каналом, что, в принципе, в Омси всегда что-то новенькое. Какой-то дом такой блеклый, непонятный. То ли текстур забыли на эти дома наложить. Какие-то они такие незрачные. Как будто кто-то их заморозил. Да, скорее всего, мне кажется, вот такие не должны быть. Типа желтенькие. Ну, здесь объекты такие довольно-таки очень простые. Так, оранжевый индикатор, по-моему, это для тех, кто хочет выйти. То есть, сработала кнопочка для связи с водителем. По-моему, так. Либо то, что противотуманки у меня включены. Сейчас я выключу. Нет. На противотуманки это не влияет. Слушайте. Это джеки-чан что-то у меня, походу, с охлаждающей жидкостью. А что с температурой? Перегреваемся мы, что ли? Да нет, по температуре все нормально. С антифриза, может, что-то уровень просил. Только нахваливаю белорусский Неман, как он решил тут мне что-то подкинуть. Так, что-то у меня камера решила перекрутиться. Может, и чересчур этих лежачих полицейских. Эти бугры на дороге. Лучше мы можем сделать действительно пешеходный переход на возвышенности. визуально и поприятнее было бы это все. Так, и тут, я так понимаю, наверное, конечный момент будет или нет еще. Как-то очень, очень на все похоже. Добрые. Легкие что-то написано. О, копеечка. Тоже знакомый магазин. Это, по-моему, где все по одной цене. Что-то такое. В общем, Ленин, да. Ленин везде. Это как райисполком какой-то стоит. Такой вот Ленин там везде. В Беларуси есть такое, да. Дом торговли. Киев-Си опять же присутствует. Здесь явно уже такой центр. Дороги такие многополосные пошли. Ничего, тут все направо. Блин, как тесно. Очень тесно. Улица 1 июля. Ну, по-моему, по-белорусски месяцы июля немножечко по-другому. Там произносится у них там по-своему как-то студень там. Ну, что-то такое не буду уже вдаваться. Даже, может, тут неправильно сказал. Но там как-то по-другому по-своему. Очень так интересно месяца называется. Вот, вот здесь такой, кстати, вот лежачий полицейский. Вот как пешеходный переход такой. Вот такие поиспользовать. Ну, чередовать хотя бы. Тоже прикольно. Вот это уже было круто. Так, тут остановка, по-моему, у нас. Март, по-моему, соковик месяц называется. Восьмого соковика. Что-то такое. С песней даже есть такого. И опять автобусный знак лежит. Так, пассажир у нас. Ну, заходит кто-то, но так же и потихонечку начинает разбегаться. Мусорники, павильончики. В общем, все нормально. Так, текстуры на трафике прорисовались у нас. Не скажу, что карта прям какая-то такая тяжелая. Оптимизация, вроде бы, вроде бы, все доброе, ребята. Ну, все доброе. Еще даже пятую передачу не воткнуло. Реально хватает. Трех-четырех передач, ну, по городу достаточно. Вот, здесь только немножко что-то с текстурами на пешеходный переход. Непонятно. Пешеходный переход он выкрашен. Как лежачий полицейский. Так, здесь кольцо у нас. Я так понимаю, что здесь конечное. Так, где тут останавливаться? Железнодорожный вокзал. Ну, тут посадку уже, по-моему, все-таки высаживать, наверное, там надо было. Ладно, я тут остановлюсь. Вот, доехали. Мы с вами. Так, с почтой Белпочта. Но мне почему-то кажется, по-белорусски Белпочта будет. Минус-то будет буква Ш. Вот, мне почему-то... Ну, может, есть и где и Белпочта. Кольцентр указан. Я все-таки в интернете покопаюсь, еще посмотрю. Вот, и я думаю, что, наверное, Яндекс.Карты есть. Там все-таки можно посмотреть дороги. Вот центральную часть, как выглядит в городе Борисов. Вот, но в целом довольно-таки очень неплохо. Отечественного трафика не хватило. Я не знаю, в центральной части можно было бордюрчики вот эти вот бело-черные, бело-черные сделать. Либо там бело-желтый какой-нибудь. Потому что, ну, в Беларуси на самом деле это очень все встречается. Вот. Ну, и лежачий полицейский, вот, в виде вот, как пешеходный переход там были. Вот, текстуры бы поменять вообще изумительно все было. Вот. А так, в целом, очень круто. Борисовчане тоже оцениваете труды, как выглядит ваш город. Как выглядит вот эта вот карта. Вот. Ну, а с вами, как всегда, был я Дилан Гейн. Не проходите мимо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok